Добрый день, меня зовут Владислав Киричук и в этом видеоуроке мы с вами поговорим об одном из новых режимов, который появился начиная с версии ПК Лира 10.12, это режим пользовательских результатов. Давайте вкратце разберемся для чего они нужны, если к примеру в Лире мы уже имеем какие-то результаты по узлам, по стержням, по пластинам, но этих результатов нам недостаточно, однако мы можем какие-то нам нужные значения получить, если мы эти значения используем в своих формулах дополнительных и затем покажем нам мозаику, то это уже будет какие-то новые величины. И вот для создания таких мозаик по своим формулам, исходя из уже имеющихся результатов, мы будем строить свои мозаики. Давайте вкратце разберемся, как это работает в программе. Например, я открою одну из моделей, перейду затем в результаты расчета, в специальные результаты, и вот здесь этот режим у нас имеется. Здесь есть какие-то скрипты. Если вы программу используете с этими скриптами в первый раз, то у вас здесь будет пустое место, и вам эти скрипты следует будет уже писать самим. Ну, там скрипты могут быть любые. Написаны они на языке C-Sharp. Если вы хотите эти скрипты передать из одного компьютера на другой, то вы можете как скопировать вот эту часть в отдельные текстовые файлики, и перенести затем на новые скрипты, или же, как более продвинутое решение, можно зайти в файл шаблона. Он находится вот здесь, в папке Templates. Давайте я попробую сюда перейти. И вот здесь имеется файл xscale.user.data.xml. И вот в этом файле все эти скрипты хранятся. То есть этот файл можно между компьютером и передавать. Если вы, к примеру, хотите все начать с чистого листа, как я сейчас перед вами сделаю, то я просто переименую этот файл на другой. То есть Лера уже его видеть не будет. И при повторном открытии программы... Если я сейчас зайду... Мы видим, здесь уже пустое место. Предлагаю теперь написать свой краткий скрипт. Что еще перед этим хотел сказать? Это то, что инструкция по их написанию появилась в новом руководстве пользователя. Его можно скачать из сайта, с нашего. Вот название ПК Лера 10.12. Инструкция для пользователя. И конкретно для пользовательских результатов нам нужно перейти в главу 3. Вот есть пункт 3.9. Пользовательские результаты. Здесь по ним сделана инструкция, которой, в принципе, достаточно для того, чтобы уже какие-то простенькие вещи писать. Так, давайте теперь напишем сам скрипт какой-то примитивный. К примеру, я хочу получить суммарное перемещение. Это как корень квадратной из перемещений по x, y, y и z в квадрате. И все это как-то получить из имеющихся результатов. Давайте я нажимаю кнопку «Добавить скрипт». Пишу «Суммарное перемещение». И, как для себя указываю, это чисто название. Здесь можно писать что угодно. Теперь обратите внимание, что есть здесь вид. Здесь узлы или вид элементов, для которых мы пишем скрипт. Так как для каждого этого вида будет своя мозаика. Также есть единица измерения входящих параметров, которые вот здесь используются в доступных методах. Поэтому будьте аккуратны, чтобы все это было в каких-то унифицированных единицах измерения, чтобы вы условно не делили метры на миллиметры и без уточняющих коэффициентов. То есть советуется делать в какой-то унифицированной системе измерений, чтобы не наткнуться на ошибку с размерностями. Я все буду делать в единице систем Си, чтобы меньше было вероятности ошибиться. Здесь есть какие-то стандартные методы. К примеру, перемещение узла. Это getMoveX будет. И аналогично здесь есть температура, инерционные силы и тому подобное. И также есть перечень стандартных методов, который может быть реализован в окне с непосредственным скриптом. Скрипт пишется на языке C Sharp. То есть все методы стандартные C Sharp в этом скрипте доступны. И вот пробегаясь по каждому злу элементу, мы этот скрипт запускаем. Затем после команды return на это значение конечное полученное будем выводить на мозаику. Окей, вот я выведем суммарное перемещение. Это будет корень квадратный и сумма квадратов перемещений по x, y и z. Квадратный корень у нас есть и в стандартных методах. Я беру SQRT. И вместо этого параметра, что здесь был, я пропишу getMoveX на getMoveX плюс getMoveY умножить на getMoveY и плюс getMoveZ умножить на getMoveZ. И теперь вместо троеточия в скобках нам нужно указать номер загружения. Если скобки пустые, то у нас будет использовано значение из текущего загружения, которое вот в этом окошке на данный момент есть. В первом примере мы будем использовать для текущего загружения, поэтому я троеточия выбираю и скобки оставляю пустыми. Если загружение нужно нам какое-то конкретное, то мы обращаемся по индексам. Это будет в этом же уроке чуть позже. Я прописал формулу, нажимаю кнопочку применить и пытаюсь это отобразить. Если скрипт будет работать долго, то не пугайтесь, он в принципе моментально не всегда может сработать, так как при его обработке нужно прочитать очень много таблиц, и это какое-то время займет. Но в итоге вы свою мозаику получите, если скрипт, конечно, сделан без каких-то критических ошибок. Так, скрипт у нас отобразился. Вот есть мозаика, есть распределение. Если вы, к примеру, хотите узнать значение в узле, то вам нужно перейти в атрибуты представления и указать птичку значение с мозаики. Если это узлы, то с мозаики узлы. Я нажимаю, и будет уже конкретное значение на мозаике. Для элементов это будет значение с мозаики элемента. Ну, скрипт для узлов, поэтому элементы пока на элементы не смотрим. Вот получились ли такое значение. У нас в лире суммарное перемещение есть. К примеру, если я на него кликну, то и изменю единый соизмерение на си, то вижу, что значение то же самое, что было в пользовательских результатах. Это значение по формуле там, и здесь стандартное, оно совпадает. В данном случае это значение было уже реализовано, но можно также, понятно, в скрипте делать какие-то вещи, которые еще здесь не реализованы в стандартных мозаиках. Давайте к такому методу придем и сделаем еще один скрипт. В этом скрипте я хочу посмотреть для задачи диномики, какое максимальное перемещение в каждом из узлов было на протяжении всего расчета, на протяжении всех моментов времени. И к тому же я хочу не полное перемещение, а именно горизонтальное перемещение. то есть это квадратный корень и сумма квадратов getMoveX плюс getMoveY. название задал, и теперь я пропишу сюда параметры, которые входные, которые нам для расчета необходимы. Первое – это количество загружений, которое у нас присутствует. здесь у нас их количество 100001. Ну и пока что момент времени 50, суммарное иное время 50 секунд. я пишу n равно 100001, точка с запятой. Смотрите, int – это тип элемента, который мы используем. Если подробнее, вы все можете узнать или в справке, которая вот здесь есть, или вообще разобраться с языком программирования C-short, но для переменных мы тип должны указывать. Целочисленные, к примеру, это int, может быть, а если число вещественное, то double, какие самые ходовые типы. И комментарии я в скрипте могу оставлять после двух косых черточек. То есть комментарии в коде участвовать не будут, будут только вот эта часть использована. Для удобства лучше какие-то вещи комментировать, чтобы потом не забыть, и лучше ориентироваться в коде, если он какой-то будет большой. Этот параметр я ввел. И теперь я создам еще одну переменную. Это максимальное перемещение. Я назову ее S и присвою ей значение 0 начальное. То есть мы будем знать, что горизонтальное перемещение будет... Ну, оно меньше 0, не может быть, так как мы берем все по модулю. А затем мы будем проходиться по всем моментам времени и смотреть, если в каком-то времени у нас перемещение больше, чем S, то мы будем это S присваивать тому большему значению. Таким образом, пройдясь циклом по всем загружениям, мы накопим максимальное перемещение. Чтобы пройтись по загружению, есть команда for. И здесь мы указываем счетчик, указываем его тип, то есть переменная какая-то. И затем ставим условия прекращения работы... Нет, условия продолжения работы цикла. Это I будет меньше, чем N. Давайте даже I будет у нас от 1 к I меньше, равно N. И затем пишется команда, которая будет сделана после каждого цикла. Ну, можем прописать. И плюс-плюс это означает, что счетчики будем каждый раз увеличиваться на 1. Затем открываем место в виде фигурных скобок. Это будет тело цикла. И вводим теперь переменную с новым типом. Дабл. И она будет равна квадратный корень из сумок квадратов перемещений по X и по Y. И здесь уже в скобках нам нужно указать через запятую индексы загружений. Давайте немножко разберемся, как индексы загружения формируются. Они есть в нашей справке, как их делать. Вот есть... То есть через запятую вводится три числа. Первое число вот это номер загружения, или номер истории загружения, или номер расчетного сочетания нагрузок. Второе число это номер сопутствующего загружения. Если его нет, то мы будем писать ноль. И третье число это или номер формы, или номер шага в нелинейном загружении, или номер момента времени в динамике плюс. И вот здесь также есть рисунок 3.72. И здесь указаны примеры, вот как мы в лире смотрим на нашу таблицу загружения, и какие индексы им в тем или иных случаях давать. Если у нас динамика плюс, к примеру, то мы видим, что это статическое загружение, это первое загружение. Сама динамика это уже второе глобальное. Сопутствующего загружения в динамике нет, поэтому ноль пишется. И момент времени четвертый, то есть будет писаться 4. И аналогично все делается вот и для линейных задач, к примеру, если есть сейсмика, или для нелинейных задач, если есть шаг, подшаг и история. Переходим в скрипту, и здесь мы будем писать, значит, вы пример видели для динамики, это будет двойка, нолик, и затем у нас будет итое, итое шаг. Это все мы вставим в скобки для икса и для игоря. И дальше мы пишем условия, если иф по-английски. Если а больше, чем с, то открываем тело цикла, то с присваиваем иваем а. То есть таким образом мы накапливаем максимальное с. Здесь также для удобства можно это все раскрывать, и все будет в более таком удобном виде. И можно также делать, чтобы текст был более аккуратным, чтобы было видно, как тело цикла, тело условия. и тому подобное. И в конце нам нужно отобразить парометр S. То есть тот, что накопился в самом конце. Применить. Отобразить. Вот. Скрипт отобразился. И видим значения максимальных перемещений, которые происходят на протяжении всего времени интегрирования. Какие гибающие значения горизонтальные. Также вот давайте сделаем еще один скрипт. Я здесь назву его «Критическое время». И скопирую текст пока что как вспомогательный с этого скрипта. И что я здесь хочу? Я хочу найти момент времени, при котором это максимальное перемещение возникает. То есть здесь, кроме момента времени, я хочу ввести параметр «Т». Ставим пока его равным нулю. Затем будем уточнять на протяжении интегрирования. И ставим также значение суммарное время интегрирования. Это мы смотрим вот здесь в параметрах динамического загружения. У нас там было 50 секунд время интегрирования. И здесь мы будем писать, если полученное перемещение получилось максимальным, то мы будем уточнять параметр «Т». Это у нас будет «И» умножить на «Т» и разделить на «Н». На количество загружений. То есть понятно. И вместо «Return S» мы пишем «Return T». Вот это как раз то время, которое накоплено. «Применить». «Отобразить». Да, здесь я ошибся. Здесь не «Т», нужно «Т» «Макс» указать. «Да». «Мемент». «И есть». Вот у нас отобразилась мозаика времени. То есть получается, что максимальное перемещение возникало вот в этом промежутке времени. Если у нас время 50 секунд всего было вот здесь, то самое интересное с точки зрения горизонтальных перемещений происходило именно до четвертой секунды с остатком. Так, с узлами мы немножко разобрались. Давайте теперь перейдем к более сложным скриптам. Еще я хотел показать пример. Это определение коэффициента запаса при сейсмике. Давайте немножко я пару слов скажу, о чем идет речь. Значит, мы пятому теплообменнику имеем то, что он нагружен внутренним давлением, а также собственным весом, а также к нему подсоединены трубопроводы, которые при сейсмике могут давать какие-то реакции на патрубки. Из-за этого в теплообменнике будут возникать сейсмические напряжения. вот бицейсмическое воздействие у нас есть, внутреннее давление есть и граничное напряжение у нас для основы 300 мегапаскалей и для патрубков 320 мегапаскалей, то есть это предельно эквивалентное напряжение по мизосу, которое может воспринять теплообменник. И наша задача сейчас узнать, во сколько раз эти сейсмические нагрузки могут еще возрасти, чтобы теплообменник их выдержал. И найти вот это распределение этого коэффициента запаса по теплообменнику. Если все так в очень простом виде рассмотреть, это мы от приведенных напряжений отнимаем со статические напряжения и делим это все на сейсмические напряжения. вот по этому описанию этой формулы у нас компонент на дельта ЦС и Д вот это САМ равно нулю. Вот поэтому так и выходит. То есть предельная минус статика, разделенная на сейсмику. Если в тензорном виде рассматривать, то у нас эквивалентные напряжения по мизосу не должны дойти до предельных. Если у нас тензор напряжений рассматривать как суммы статического и сейсмического, то мы приходим к такому виду уравнения напряжений по мизосу, где Сигма Х это статическое напряжение по Х, АК умножить на Сигма сейсмика Х, это некий коэффициент запаса, который нам нужно найти, умножить на тензор напряжений по Х для сейсмической составляющей. Когда я это все немножко упростил и разнес по скобкам и сделал ряд замен, то мы приводим к уравнению вида А умножить на К квадрат плюс Б на К плюс С равно нулю, где А, Б и С коэффициенты, которые находятся через компоненты тензора напряжений статических и сейсмических составляющих. То есть это у нас получается квадратное уравнение и нам нужно найти его корни. И вот это все мы постараемся сделать через пользовательские результаты, через скрипты. Еще тут обратите небольшое внимание. Я привел в пользовательских скриптах у нас нет компонент напряжений по слоям в исходных данных для скриптов, поэтому мы их выразим через усилие. То есть это тоже возможно сделать. Так, я это перенесу пока сюда и попробую открыть задачу с теплообменником. Так, вот сам теплообменник в главном виде к нему подсоединены трубопроводы. Нам пока интересен он сам, то, что мы будем на нем видеть. Также я покажу вам, что основа это 12 миллиметров, а по трубке это 6 миллиметров толщина, и каждая из них имеет свой предел прочности каждой из этих видов. Зайду также в загружение, покажу, что на теплообменник задан собственный вес, внутреннее давление и три компоненты по сейсмике по 41 модулю. Все это взято из акселевограма л-центра с демпфированием 5%. Коэффициент к спектру 0.25 берутся как было в условиях задачи. И затем зная эти три компоненты по x, y и z меня интересует только суммарная сейсмическая компонента, это как корень квадратный и сумма квадратов этих компонентов x, y и z. Это все я сделал через собственное загружение, поэтому суммарная сейсмика у нас шестое загружение. Перейдем теперь к сочетанию, то я для интереса создал статика с сейсмика с плюсами, статика минус сейсмика, так как сейсмика равновероятна как на прибыль и плюс, так и минус. А здесь я задал только статическое усилие, поэтому мы когда ищем статическое напряжение, мы смотрим на третий рсн, когда ищем суммарную сейсмику, смотрим на шестое загружение. С этим вроде разобрались, переходим в результаты расчета и переходим в пользовательские результаты. Будем пытаться сейчас написать скрипт, который нам выведет коэффициент к для каждого элемента теплообменника. Нажимаю добавить скрипт, называю его коэффициент запаса. Будем пластины смотреть и единица си. Ждаюсь, выбираю. Дальше я хочу решение квадратного уравнения, так как мы будем несколько раз решать квадратное уравнение для верхнего, днижного и среднего слоя, я его хочу выделить в отдельный метод, чтобы несколько раз с ним не повторяться. Чтобы в скрипте сделать свой отдельный метод, главный метод это тот, что идет первым, нам нужно выделить фигурные скобки. И дальше ниже этих фигурных скобок мы можем объявлять и прописывать свои отдельные методы. То есть это иными словами это или процедуры или функции. Мы наш метод назовем, он будет возвращать значение типа double и назовем его к примеру sol ибо как решатель sol k и парометры его будут если мы перейдем вот на эту тупу, то есть это будут компоненты тензора статических и сейсмических загружений. я наберу статические будут у нас как сигма там x y для сейсмических я еще добавлю индекс s. мы парометры метода указываем тип его и имя нам нужна sx ss tau xy tau xy tau xz tau yz сейсми и для сейсмики у нас будут почти такие же обозначения только мы добавим к ним индекс s также если к уравнению мы перейдем то здесь еще есть сигма эквивалент но его тоже нужно внести в парометр этого метода я это все задал и открываю фигурные оскобки это будет само тело метода теперь нам нужно прописать давайте я пока что временно этот скрипт сохраню чтобы нам было удобнее писать я могу вот таким образом сделать и теперь я могу прямо с этого места удобнее мне переписать будет выражение для а б и с и и так а будет у нас тип дабл и это все теперь монотонно будем вводить эти формулы есть теперь вводим параметр b c и параметр c параметры мы эти прописали теперь находим корни уравнения корни уравнения это из общей математики там кто в школе учил тот знает как находятся корни мы находим к1 и к2 у нас будут корни минус b плюс корень квадратный b квадрат минус 4 c это все разделить на 2 умножить на а это первый корень уравнения и второй корень уравнения у нас будет почти такой же только здесь будет знак минус теперь находим корень который нас интересует это будет минимально из них которые взяты по модулю то есть максимум я пишу функцию здесь будет abs k1 запятая abs k2 то есть abs это по модулю почему по модулю так как сейсмик равновероятный со знаком плюс или минус поэтому нам важен только модуль хотя самым опасным могут быть и то и то может быть и для определенного элемента самым опасным и в конце мы возвращаем значение этого коэффициента k вот таким образом у нас получилось задать квадратное уравнение я сохранил это все теперь в этой части нам надо сделать как главное тело метода нам нужно задать напряжение в верхнем среднем и нижнем слое и затем найти для каждого из них свой коэффициент запаса сейсмического поэтому я сейчас сюда все все эти формулки что я сюда ввел пропишу также для удобства я сделаю параметр h это толщина я возьму вот если видите где section h это толщина ну можно было section h напрямую использовать но чтобы текста было меньше я буду использовать такую запись и теперь будем постепенно писать это я комментариями отделю блоки и буду здесь аккуратно писать задаем тип и пишем пишем sx и индекс top то есть top это верхний если с английского переводить равно get nx rsn у нас помним статика это было третий rsn поэтому мы задаем сюда коэффициенты 3 0 0 и минус было 6 умножить на get mx rsn 3 0 0 и разделить это все на h в квадрате разделить на h умножить на h вот такие напряжения вдоль x вдоль y почти то же самое только индекс y ставим для tau x y берем get tau x y rsn и минус 6 на mx y rsn и разделить наш квадрат tau x z у нас 0 равно индекс тут не забываем писать и для верхнего также все равно по z0 для seismic и будет я ввожу индекс с к этим именом у нас и для seismic и у нас уже нет третье rsn а шестое загружение поэтому я эти rsn убираю и ввожу сюда шестерку так пока что есть затем среднее делаем middle слово middle здесь для средних у нас изгибающая составляющая уходит для q у нас будет 3 qx разделенное на 2 h и и с и т и с и с и и и Теперь находим непосредственно коэффициенты использования для верхнего, нижнего и среднего слоя. Котокотоп, это коэффициент у нас будет для верхнего слоя. Берем этот метод и вставляем сюда. Теперь нам тип здесь уже не нужен, мы типы убираем, привязывая метода тип не задаётся. Так, а вот здесь я не дописал тип. Так, и индексы указываем. Ещё у нас остаётся указать эквивалентное напряжение, то есть это максимальное приведенное у нас, если на условия задачи посмотреть, то у нас 300 для основы, 320 для патрубков. Давайте я сохраню скрипт, немножко покажу. Вот первое сечение это пластина было, первое это основа, второе это пластина, второй это патрубок, извиняюсь. И чтобы это учесть, я могу прописать, для общего пишу 300Е6, то есть это 300 мегапасколи, это 300 на 10 в шестой степени умножить. Это предельное напряжение для основы. И так же прописываем, если sectionNumber, это номер сечения равно 2, это 2 раза я равно ставлю, то S эквивалентное будет равно 320 на 10 в шестой. 320Е6. Это у нас будут предельное напряжение для патрубка. Вот таким образом мы задали, теперь задаём также CO среднее, CO mid, middle. Я сюда даже назову это. И для нижнего. И для нижнего. И выводим теперь, нам нужно на мозаику вывозить минимум из этих всех трёх величин. То есть вводим переменную, которая, как показывает, суммарный коэффициент запаса или как минимальный. И это у нас будет минимум из всех трёх коэффициентов. Так. Вот таким вот образом. И на мозаику выводим коэффициент core. Ну, вроде как, всё сделали. Пробуем отображать скрипт. У нас начальния не очень реалистичные. Давайте попробуем найти, где я оплощность сделал. Где-то она явно была. Вот здесь я допустил небольшую ошибку. Нам нужно брать не максимум, а минимум. Так как нам нужно меньшее из коэффициентов. Применить, отобразить. Ну и так мы получили коэффициент запаса некий к этой сейсмике. Вот обращаю ваше внимание, что могут быть элементы, в которых коэффициент не может найтись. Они потом будут светиться каким-то красным цветом. Поэтому, если я отображу значение... То здесь вот видим не число. Поэтому, если что нужно, можно отоскрыть всё и радоваться. Теперь вот ещё такой нюанс есть. Иногда зелёный цвет нам не очень удобно смотреть. И мы можем показать, чтобы самые опасные зоны светились красным светом, то мы можем показать не конкретно коэффициент запаса, а обратную величину к коэффициенту запаса. То есть мы здесь просто возьмём ретон не k, а ретон единиц разделить на k. И затем его отобразить. И вот видим после отображения, это вот самая опасная зона. Это патрубковая, что в принципе похожая на правду. И вот по этому красному цвету уже можно видеть, где лучше всего, на что лучше всего обращать внимание, и где может сделать какое-то усиление, и как видеть слабые места. Вот такой пример. И я ещё вам хотел сегодня показать ещё один пример, как показывать мозаику из файла, и как её записывать обратно в файл. Вот это я сверну и покажу вам на таком каком-то примере, как это делается уже на третьем примере. Вот, к примеру, у меня есть некое здание. Я нагрузки скрою, чтобы не мешали. И у них есть коэффициент постели. Если я перейду в анализ документирования, анализ модели, то какой-то коэффициент постели есть. И, к примеру, я эту мозаику хочу сохранить в какой-то файл. И затем как-то её отобразить. Вот коэффициент постели конкретно в пользовательских результатах для пластин отсутствует. Но если он мне нужен, я могу отобразить эту мозаику, затем зайти во вкладку «Шкала» и экспортировать в CSV файл. И вот здесь будет такое диалоговое окно. Для сохранения файла я назову его «c1» и сохраню его, к примеру, на корень диска «d». «Сохранить». Укрывать документ пока не будем. И дальше, если я, к примеру, хочу это всё использовать в скрипте. Я задачу посчитаю. Сейчас зайду в пользовательские результаты. Посчиталось, перехожу в писательные результаты. В пользовательские результаты беру «Добавить скрипт». И здесь, обратите внимание, есть такая возможность метода, как прочитать из CSV файла. Для этого я ввожу тип переменной, ввожу саму переменную, выбираю здесь пластины и нажимаю этот метод. Дальше, вместо пути нам нужно поставить в месте паз. Сейчас мы берем путь. Для этого я сохранил эту мозаику на DVD, поэтому я перехожу в диск «d». Здесь копирую путь, вставляю его. Здесь лучше использовать даже не такую черту, косую такую, чтобы она удачнее прочиталась. Также советую название давать в виде цифры и английских символов. То есть лучше русские символы не использовать. Дальше здесь row – это строка, и c – это колонка. Давайте разберемся, как это все выглядит в самом файле. То есть первая колонка – это номера элемента, а вторая – это сами значения коэффициентов в постели. Если мы начинаем счет с нуля, то нам нужно как-то номер строки соответствовать номеру элементу, если мы не с единицы с нуля начинаем. А колонка – это будет если первая – это нулевая, а вторая – это первая. Поэтому нам здесь нужна строка. Мы задаем номер элемента здесь, здесь number, и к нему можем привязаться. А колонка – первая. И отобразить нам нужно параметр «a». Нажимаем «применить». И пытаемся отобразить скрипт. Сейчас, секундочку. Давайте назовем его коэффициенты постели. отобразить. И, как видим, наши коэффициенты постели вот здесь на мозаике отобразились. Ну, также, естественно, мы можем эти все значения менять. К примеру, мы можем писать там не «a», а «a» плюс 6, к примеру. Или 6. Не то, что вы должны это делать. Это я, к примеру, что нам не просто с мозаикой можно, а нам можно все отобразить, а можно еще над этим провести какие-то математические действия. Я отображаю, и все изменилось соответственно к этому. Вот как-то так можно использовать. То есть эта мозаика сделана для того, что есть из CSV-файла, что если в этих стандартных методах вам чего-то не хватает, то вы это можете взять с какой-то своей таблицей, где-то, не важно, где вы ее достанете, и главное, чтобы она имела правильный формат, и затем вот таким образом ее прочитать. Можете затем все отобразить. Вот как-то так это все задумано. Здесь также вот есть скрипты, чтобы графики строить. Это можете сами попробовать самостоятельно, как кривая историеса, к примеру, отображать. Все вроде бы интуитивно понятно. В справке можете вот в этой все это найти. И также есть у нас возможность строить какие-то графики по набору элементов, исходя из созданных пользовательских результатов. К примеру, я могу выбрать какой-то набор элементов и отобразить это изменение постели вдоль оси Y. То есть я буду в оси X координату Y откладывать, а здесь беру коэффициенты постели и отобразить. И у нас будет вот какой-то такой график. Вот, ну, пока что на этом все. Спасибо за внимание и до новых видео.